Одно из самых массовых гуляний пройдет в Загородном. В концертной программе запланировано выступление лучших коллективов города, а также гостей из далекой Сибири. Кроме того, пройдет конкурс красоты, краса масленицы и конкурс супружеских пар. Для школьников в этом году устроят битву шумовых оркестров. Особенностью празднования в Центральном и Добросельском парках станут танцевальные флешмобы и ряд молодежных интерактивных площадок. В парке «Дружба» особое внимание будет уделено спортивным развлечениям, в том числе футболу и лыжам. Там же пройдут традиционные соревнования по поеданию блинов. На Соборной площади продолжат работать зимние развлекательные площадки. Гости смогут покататься на коньках, санях, квадроциклах, банане и лошадях. Будет работать и ярмарка с сувенирами, мастер-классами и угощениями. На центральной сцене в 12 часов начнется зажигательный праздничный концерт. Пройдет ряд квестов и конкурсов. Гвоздем программы в центре города станет снежный футбол. Все желающие смогут принять участие, зарегистрировавшись прямо на Соборной площади. Суть развлечения в том, что поле для игры будет абсолютно не расчищено от снега. Для маленьких деток будет отдельный кубок и для взрослых и желающих тоже отдельный. Маленькие детки будут играть огромным надувным двухметровым мячом. Огромным, огромным, огромным. Это будет весело. А детки постарше будут играть обыкновенными мячами. Будет судья международной категории, настоящий судья на самом деле. Будут правила совершенно настоящие. Все будет по-настоящему. На площади Победы подведут итоги традиционного конкурса «Гостеприимная масленица». В этом году горожане смастерили более сотни поделок. В этот раз конкурс масленичных кукол посвящен чемпионату мира по футболу в России, поэтому большинство работ отражают футбольную тематику. Польбоваться творениями можно будет у здания областного суда. Кроме того, на площади Победы гости праздника смогут угоститься традиционными горячими блюдами. Разные страны приезжают сюда, к нам в Россию. И мы должны познакомить их с нашими обычными традиционными кушаниями, с нашей едой. Поэтому концепция такая – щида каши, пища наша. И это все будет представлено в котлах. Это все будет готовиться прямо на площади. И это можно будет все попробовать. И я думаю, что это будет очень вкусно. Также всех посетителей ждут масленичные гуляния с мастер-классом по изготовлению блинов, концертом, аттракционами, играми и забавами. Познакомиться с подробным расписанием всех мероприятий, а также узнать время сожжения чучела масленицы в разных праздничных точках можно на портале городминистрации и на официальных сайтах парков Владимира. Продолжение следует...